Устраивайтесь поудобнее, друзья мои. Возможно, вы сейчас дома, в кругу семьи или смотрите нас вместе с друзьями. Разделите с ними радость при общении к Слову Божьему. Недавно мы встретили новый 21-й год, встретили энергично, молитвы и постом. Питер в своей проповеди сказал «Востань в своей силе». Верните себе все, что потеряли за прошлые годы. Измените мир вокруг себя силой Святого Духа. 21-й будет хорошим годом. Я хотел бы спросить у вас, что вы говорите о грядущем годе? Какими словами вы описываете свою жизнь? В прошлый раз я рассказывал об Акове. О том, как он нашел в себе силы, дабы встретиться со своим сыном Иосифом, живым и невредимым. Долгие годы слова о смерти сына, да и собственная ложь Иакова, все это отравляло его жизнь, заставляло скорбеть и жить в унынии. Слова, сказанные и услышанные многие годы, тяготили его. Не давали ему переродиться в новой личности. И вот он из Иакова, это имя обманщика и прошлое его имя, прошлая жизнь, стал Израилем, борющимся с Богом. Прочитаем пару строк из Писания. 45-я глава Бытия. «И известили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую». Иаков считал, что Иосиф погиб, и вдруг его сын, правитель Египта, ошеломляющая новость. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их и сказал Израилем, «Вот его новое имя, его новая личность, довольный, еще жив, сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Ключевая мысль здесь такова, каким словам вы верите? Ведь Иаков сначала не поверил, сердце его смутилось. Я бы сказал, он был поражен до глубины души. Постепенно, когда пересказали ему все слова Иосифа, и он этим словам поверил, сказал он «довольно». «И восстал в новой личности, стал Израилем». Так дайте началу 21-го года стать истинным началом, моментом, когда вы скажете, с меня хватит. Больше жить во лжи не хочу. Я отказываюсь верить в лжи и обману, которые вот уже лет 20, может, меньше или больше, держат меня в плену и преследуют по жизни. Только вдумайтесь, вы почти не помните событий прошлого. Но вот одно единственное слово может обладать такой силой, что остается с вами всю жизнь. И ведь вы точно помните, кто вам что-то сказал. Ваш школьный учитель, родители, приятели. Мы живем с их словами, ведем себя, как они сказали. Но все попытки жить по слову умерших никогда не сделают вас победителем. Жизнь по слову других никогда не исполнит ваших желаний. Жизнь во лжи вас не освободит, ибо только истина делает вас свободными. И эта истина — слово Божие. Я и сам свидетель того, что словами можно многого добиться. Расскажу небольшую историю. Один из моих детей только пошел в школу. Я даже не удивился, когда он притащил с собой домой какие-то словечки, о которых сразу же думаешь. Такому я их не учил. Так вот, сын идет в первый класс, потом летние каникулы, мы всей семьей отдыхаем в кемпинге. Кого-то такой отдых не радует, но нам всегда нравилось. Но вот наш сын, он все эти свежевыученные словечки прихватил с собой на отдых. Так что в первые дни он постоянно бурчал тупизм, тупо. Все у него было тупо. И в какой-то момент меня это так достало, что я сказал «Еще раз такое услышу, будешь до конца отдыха сидеть в машине». А он, видимо, решил схитрить и переделал свои тупо в какое-то гупо. И теперь все время говорит «гупо». Конечно, я это в конце концов заметил, но меня эти слова совсем не раздражали. Я не реагировал. Это было настолько простое решение. Спустя день эта выдумка ему надоела. Ведь нас, его слова, не раздражали. Мы просто не реагировали. Позже я задумался. Именно тот смысл, который я сам вкладывал в слово, я определял, принимаю я это слово на свой счет или нет. Задевает оно меня или нет. Меня осенило. Слова сильны ровно настолько, насколько сильно вы в них верите. Ваши слова могут и вам помочь, а могут и навредить. Об этом сказано в притчах 18 главе. «Смерть и жизнь во власти языка». Хочу спросить, какими словами вы описываете грядущий год? Что мы говорим о своей жизни? Вчера я наткнулся на цитату, которая очень точно передает смысл стиха. «Слова, которые вы говорите, создают мир, в котором вы живете». «Слова становятся вашим миром». На прошлой неделе Питер в своей проповеди кое-что сказал. Слово Божие — это семя нашей души. То, что у нас на устах, определяет нашу жизнь. Если слово Господа станет вашим словом, будет преобладать в вашей жизни, то оно будет питать вас, вести вас и сделает вас победителем. Иначе говоря, мы можем жить по словам, которые когда-то услышали в своей жизни. Поверили в них, пустили их себе в душу. Или жить по Слову Божьему, говорить то, что говорил о жизни сам Бог. Верить Его Слову. Вот эта штука, наш язык, может говорить о смерти или о жизни, может нести добро или сеять зло, построить нашу жизнь или сломать ее. Смерть и жизнь, говорит Библия. Это же не шутки. Если бы кто-то между делом сказал мне эту цитату, я бы подумал, ну зачем так преувеличивать? Жизнь и смерть, ну это уж слишком. Конечно, я верю, что слова обладают силой, но жизнь и смерть — это чересчур. Но ведь это сказано в Библии. Это не пустой звук, это Слово Божие. А Бог мудрее всего в нашей жизни. Он — высшая власть. В том же самом месте Писания говорится, от плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Другими словами, мы пророчествуем свою жизнь, предсказываем себе будущее. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. То есть то, чем наша жизнь наполнена сегодня, это то, чем мы ее засеяли раньше. Вы спросите, а что ж в таком случае смерть? И что такое жизнь? Смерть — это все вами сказанное, что отлично от сказанного Богом. Например, со мной такое каждый раз. «У меня это не получится. Я для такого не создан». На первый взгляд, безобидные выражения. Или «Кому я вообще нужен?» «Я по жизни одинокий». «Я как знал, что этим все и кончится». «Еще этой работы мне не видать, я уже староват». Я слышал, как люди говорили, «Я умру молодым». А иногда так и происходит. Никогда не говорите о смерти вашей жизни. Провозглашайте жизнь. Ваша жизнь — это все вами сказанное, что не отличается от сказанного Богом. Меня любят. Может, сегодня был не самый лучший день, но у Бога для меня есть. Завтра я буду жить еще много дней. Я увижу, как вырастут мои внуки. У меня полно сил и энергии. Бог обо мне позаботится. Смерть — это рассуждение о нехватке, болезнях, бедности, трагедиях, сплетни, одиночество. А жизнь — это слова о достатке, любви, мире, здоровье, об избытке. Смерть — это провозглашение того, чего добивается дьявол. Это лишение и уничтожение. Жизнь — это провозглашение того, что дарует нам Иисус. Это жизнь в изобилии, во всей ее полноте. Так учит Библия. А ваши слова обладают неимоверной силой. Такой, что ничто в этом мире не появляется без слов. Все, что мы наблюдаем в мире материальном, возникло из мира незримого. При помощи слов. Давайте вместе совершим небольшое путешествие по Библии, дабы убедиться в силе Слова Божьего, осознать, что Его Слово позволяет нам говорить слова жизни. Начнем в середине Библии. Заглянем и в начало, и в конец. Евангелие от Иоанна, первая глава. Тут мы встречаем Иисуса впервые. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоанн начинает с того, что представляет нам Иисуса, как Слово. Это та самая часть Библии, которую перечитываешь много раз, понимая, что здесь скрыто гораздо больше смысла, чем видно после поверхностного прочтения. Вначале было Слово. Слово уже там было. До сотворения мира. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. «Иначе говоря, Слово — это Создатель мира». Все, что мы видим, произошло из Слова. Из Иисуса. Слово воплоти. Как вам такое? Весь наш мир в буквальном смысле сотворен Словом. Вам на заметку. Наши Слова, если они находятся в согласии со Словом Божьим, настолько сильны, что они создают новое в нашей жизни. Теперь переходим из середины Писания в начало. Бытие, первая глава. Начало здесь похоже. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Иоанн говорит, «Вначале было Слово, а тут вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Речь идет об акте творения. Отец Небесный при помощи Слова, то есть Иисуса, и Святого Духа решает сотворить мир. Сотворить не из ничего, а из незримого мира, который уже был реален. То есть Господь уже видел, каким будет мир, Он думал об этом. И даже Святой Дух знал о мыслях Господа, как сказано, просто носился над водою. Носился над водою, но ничего не происходило. И нам неизвестно, как долго Святой Дух там носился. Длилось ли это, в нашем понимании, времени, столетия, года, а может, дни или часы. Он носился над водой до того момента, как Господь произнес, да будет свет, и стал свет. Святой Дух приступил к сотворению только после того, как получил в распоряжение Слово Господа. Потрясающим. Только подумайте, Святой Дух носился и ждал Слова, с которым Он мог бы сойти на землю. Если бы Создатель о мире только думал, не было бы сотворения. Но Слово было сказано, Слово привело Святой Дух в движение. Произошел акт сотворения мира. Теперь спрошу вас, какие слова мы даем Святому Духу, чтобы Он с ними работал? Какие слова мы даем Святому Духу, чтобы Он творил нашу жизнь? В одном можно быть уверенным, Святой Дух работает только со Словом Божьим, Словом Господа, объединенным с верой. Потому Иисус говорит, «Скажи горе сей, и не усомнись, что это случится, и случится это. Говори и верь». Словом Господь создал небо и землю. Поэтому важно, чтобы мы не только думали по Слову, но и говорили по Слову, говорили вслух. И мы увидим, как в нашей жизни что-то возникает. Ибо сказано в Библии, «От плода уст человека наполняется чрево его». От бытия мы теперь переходим в самый конец Библии. Это послание евреям. Эту часть я взял из страстного перевода. Итак, первая глава, стих с первого по третий. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отца в пророках. Откровения, которые они получали, каждый раз дополняли общую картину, а одна правда наслаивалась на другую. Это как раз то, о чем ранее говорил Питер в программах «Я есим сущий». У Абрама было откровение, затем Моисей получил откровение от Бога. Так они вместе осознавали Бога, постепенно через откровение понимали, кто же есть Бог. И тут сказано, «Бог в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого сотворил и века». Продолжение в третьем стихе. «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, вот этот момент, держа все словом силы Своей, совершив с собою очищение грехов наших. Воссел одесную престола величия на высоте». Видите? Словом через Иисуса сотворен этот мир. Словом удерживается все во Вселенной, говорит Библия. Через Слово будет раз и навсегда одержана победа над тьмой и свершено обновление творения. Читаем в Откровении в конце Библии, тут рассказывается о последней схватке Бога с дьяволом, в ходе которой тьма будет повержена. Это Откровение, 19 глава. «И увидел я отверстие неба». Это видение того же Иоанна, который описывает Иисуса как Слово. И вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народа. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точилы вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Слово Божие – это острый меч, коим мы ведем борьбу с тем, что нам противостоит. Через Слово Божие, через Иисуса, вы провозглашаете победу над своей сложной жизненной ситуацией. Если вы говорите по вере, по Слову Божьему, вы вручаете Слово Святому Духу, дабы создать себе в жизни подобие посадочной полосы. Ибо в небесной реальности уже есть та истина, которую нужно воплотить в вашей реальности. И ведь сатана пытается угрожать вам словами? Ты что, реально думаешь, что сможешь с этим справиться? Бог велик. Так почему Он дал такому случиться? Почему Бог не вмешался? Эти голоса возражают вам так, что в итоге под их давлением вы ослабеваете. Ну вот возьмем Голиафа, который олицетворяет цему. Он угрожал Бога избранному народу словами. Мы можем прочитать об этом в первой книге царств. Тут говорится, «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака?» и проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Вот она, чистая угроза, угроза физической расправы, сказанная словами. А дальше написано, «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Давид провозглашает истину Бога над тьмой, он находит, что ответить на угрозы. Он в прямом смысле слова оборачивает сказанное Голиафом против него самого через Слово Божие. И вот она, главная мысль. Давид победил Голиафа не с помощью прощи, а с помощью слов. Слово им произнесенное сотворило победу. Он говорил Словом Божьим в конкретной ситуации и так пророчествовал, что произойдет. Питер на прошлой неделе сказал, «Давид побеждает Голиафа, провозглашая истину, действуя по истине, и невозможное происходит. Сейчас наступает время, когда мы, преодолители, сыновья и дочери Создателя, начинаем пророчествовать о своих жизнях. Мы просыпаемся, сна схватят. Настало время обратить свои слова против Голиафа, против горы, против обстоятельств жизни. Я хотел бы дать вам три небольших совета насчет слов, которые вы, как дочь или сын Бога, можете использовать в борьбе с жизненной ситуацией насчет того, как их произносить. И вот вам первое. Говорите так, как будто вы уже одержали победу. Понимаете? Не нужно пытаться победить. Вы уже победили. Иисус уже заплатил цену. Победа уже одержана. Говорите, исходя из этого. Второе. Выражайте незримую истину посредством веры. Не говорите о том, что вы видите наяву глазами. Сконцентрируйтесь на том, что есть истина в духовном понимании. Провозглашайте эту истину. Ну и, наконец, третье. Говорите, исходя из своего положения, а не чувств. Вы праведники. Вы наследники. И как наследники вы получаете все, что вам завещали. И все обещания Божии подтвердились в Иисусе Христе. Вспомним, с чего мы начали. В Библии говорится, земля же была безвидна и пуста. Везде царила тьма. Быть может, ваша жизнь так же пустая и безвидная. Может, вы думаете, это не то, о чем я мечтал. Очень здорово. А о чем же вы тогда мечтали? Начинайте провозглашать свои мысли через слово. Я и мой дом, мы будем служить Господу. Мои дети будут свисти, как пальмы, будут праведниками, со мной, за одним столом. Бог любит и благословляет меня. Поэтому я совсем справлюсь. Господь Бог послал Своего Сына, чтобы излечить меня. Я буду насыщен жизнью на долгие годы. Богом обновляется, подобно орлу, юность моя. А вот что значит быть дочерью или сыном Бога, проснуться и вступить в наследство, начать провозглашать слово веры. Я буду успешным. Моя жизнь наладится. Я сделаю все, для чего предназначен. Я благословлен во всех сферах моей жизни. Я любимый Сын Божий. Я словно Иисус на этой земле. Я сильный и здоровый. Я праведность Божия в Иисусе Христе. Да будет так. Мы призваны на служение Богу, как дети света, чтобы возвыситься, как дочери и сыновья Божьи. А откуда взялся свет, создан Словом Господа? Да будет свет. Свет появляется во тьме тогда, когда мы говорим. Так давайте использовать слова, чтобы, подобные Иисусу, славить Господа Бога. Например, молитвы «Отче наш». Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы это недавно пели. В страстном переводе Библии говорится, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя исполнена на земле, как и на небе». Иисус учит нас через «Отче наш», как мы должны молиться. Во-первых, благодарить Господа Бога за то, кто Он есть, славить Его, а затем провозглашать, что Его власть, Его истина, Его Слово выше любых жизненных условий. Давайте войдем в 21-й год с поднятой головой. Наполним Его словами жизни, словами веры в то, что Бог изменит вашу жизнь, словами о грядущих событиях. Славьте Господа словом каждый день. Говорите о своей жизни. Молитесь после сна у постели или перед зеркалом. Каждый день говорите себе, «Этот день прекрасен, ибо со мною Бог. Он откроет все двери и наделит меня благодатью. Я благословлен, когда ухожу или возвращаюсь. Он наполнит мой дом изобилием. Его мудрость будет во мне в нужный момент. Я буду успешным. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я больше, чем просто победитель. И говорите после этого «Аминь». Может, этим утром вы смотрите и думаете, «О, а я тоже так хочу. Я хочу знать, что Бог со мною. Я хочу быть связанным с Отцом Небесным, о Котором ты говорил. Уверяю, Бог с вами». Сегодня я хочу помочь вам сделать первый шаг. Библия говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Если это про вас, если утром вы скажете, «С меня хватит. Слишком долго я жил без Бога. Я слишком долго шел к Богу в одиночестве». То сегодня тот самый день, чтобы все изменить и отправиться в лучшее путешествие, которое только может быть. Вам это подходит? Тогда прошу вас, повторяйте за мною. Помолимся вместе. Если вы смотрите передачу вместе с кем-то дома, молитесь вслух. Пусть каждый возьмет слово. Надеюсь, вы готовы. Давайте молиться. Отец Небесный, сегодня я вручаю тебе свою жизнь. С меня хватит. Я жажду связи с тобой. Открываю тебе свое сердце. Прошу тебя, Господи, приди сегодня в мою жизнь. Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты принял смерть за меня и воскрес. За то, что благодаря тебе все мои грехи прощены. Спасибо тебе, что делаешь меня Сыном Божьим и позволяешь осознать, что с тобой жизнь моя длится вечно. Аминь. Давайте помолимся об этом. Субтитры создавал DimaTorzok